Каждый человек виновен в настоящее время в том, что он не возвеличивает царя всех миров, владыку судного дня, Аллаха Всемогущего, тем путем, как он заслуживает этого возвеличивания. Как ты можешь возвеличивать Аллаха? Лучший способ это стоять перед Аллахом Всемогущим пять раз в день, поклоняясь, постоянно возвеличивая Аллаха, потому что в центре мира есть Кааба. Над Каабой в 500 годах пути первые небеса. На первых небесах есть дом. И в этом доме есть ангелы, восхваляющие Аллаха. Ангелы, делающие обход вокруг этого дома. Кто-то делает руку, кто-то сучуд, кто-то киян, и они будут делать это вплоть до судного дня. Братья мои, вы просто не знаете. Сегодня вы здоровы, а завтра вы будете прикованными к постели. Почему? Потому что был человек. Аллах, его жена говорила. Наставь его. Расскажи мне о религии, о которой я смогла бы рассказать ему и сделать из него хорошего супруга. Они жили грешной жизнью, жизнью непослушания. И вот так проходила неделя, проходил месяц, проходил год. Я предупреждал его. Изменись. Ты не знаешь, когда приблизится твой конец. Представь, что Аллах Всемогущий заберет у тебя твои глаза. Заберет у тебя твои способности. Он говорил, однажды я изменюсь. И после четырех лет моей связи с ним, моих увещеваний, я сказал, знаешь что, это мой последний визит. Хочешь уверовать? Тогда верь. Не хочешь уверовать? Тогда не верь. И я вышел. Но прежде чем выйти, я сказал, клянусь Аллахом, у тебя нет сейчас оправданий. Предостерегающий увещеватель пришел. Аллах послал меня, чтобы сказать тебе, изменись. Четыре года прошло. Несколько недель спустя я получил звонок от его семьи. Они сказали, что у него проблемы. Тебе нужно прийти. Я направился в госпиталь. Он весел, как младенец. У него было кровоизлияние в мозг. Он был парализован. С головы до ног. И единственное, чем он мог двигать, это его глаза. И я сказал ему, ты помнишь, каждый раз, когда мы встречались, я напоминал тебе об этом, чтобы ты представил, что Аллах может забрать твои способности у тебя. Слезы лились из его глаз. Он не мог говорить и не мог двигаться. Прямо по сегодняшний день. Два с половиной года прошло, и он до сих пор в госпитале. в том же состоянии. Мы молим Аллаха, чтобы Аллах Всемогущий излечил его. Но это может произойти с любым из нас. Сегодня мы пригодны для работы, ходьбы, разговоров. мы можем восхвалять Аллаха. Но вы можете просто представить, что вы, проснувшись утром, немного захворали. Вы пошли к врачу. Врач направляет вас в больницу, и внезапно в больнице вам говорят, что у вас рак. и у вас лишь один месяц жизни. Клянусь Аллахом, что там есть люди, которые просто мечтают жить как вы. Ходить как вы, говорить как вы. Поклоняться Аллаху. А некоторые, кто живет в бедных странах, у них на уме лишь одна мысль. Если бы у нас была жизнь, как у вас, пока всемогущий Аллах не забрал у вас все способности, вернитесь к Царю всех миров, к Владыке Судного дня, Аллаху Всемогущему. Справедливость не восторжествует, пока Аллаха будут восхвалять такие люди, как мы. Алексей Корректор А.